Наш СОПКОР в Америке, Валентин Богданов, готов рассказать о том, как Соединенные Штаты и Кубы восстанавливают дипломатические отношения. Валентин, ну надеюсь, на этот раз нам удастся выслушать вас до конца. Да, Алексей, я тоже надеюсь на это. Хорошо, что восстановилась связь. В общем, главное сейчас новость, вернее, ожидаемое событие, это пресс-конференция Алана Гросса. Алана Гросса был всем американцам, чье имя известно, он был сегодня освобожден из тюрьмы в Кубе. Пять лет назад Алана Гросса был арестован, а далее обвинен в том, что он был одним из тех, кто был причастен к проектам USAID, которые касались развития коммуникационных технологий, направленных на свержение кубинского режима. Это известная история с так называемым кубинским твиттером. Сам Алан Гросс при этом говорил о том, что это дословно его слова, что он выступил в роли доверчивого дурака, потому что он был, в общем-то, простым субподрядчиком, и свою миссию он понимал как доставку телекоммуникационного оборудования для еврейских общин. Ну, а в ответ известно уже, что американские власти освободили троих членов, до сих пор остававшихся в тюрьме, так называемой кубинской пятерки, так называют агентов, которые были задержаны в начале 90-х. Они были внедрены кубинскими властями, кубинскую общину во Флориде. Эти люди также сейчас на свободе, они уже в Гаване. С Аланом Гроссом сегодня встретился госсекретарь Джон Керри, он встретил его в аэропорту. Также сообщается о том, что Алан Гросс не являлся, то есть его имя не являлось частью вот этого соглашения. Американские власти, источники в администрации это отрицают. Речь идет о том, что есть какие-то другие американские агенты, которые также были отпущены. Рауль Кастро, например, говорил о том, что речь идет о одном из кубинских граждан, который был выслан. Но так или иначе, установлению и вот этому решению предшествовал вчера долгий разговор между лидерами двух стран. Кастро и Обама разговаривали 45 минут по телефону. И вот сегодня появилась информация, что Обама выступит историческим заявлением. И действительно он сказал о том, что Соединенные Штаты после более чем 50 лет восстановят дипломатические отношения с Кубой, которые были, как известно, расторгнуты в 61 году после победы кубинской революции. Вот давайте послушаем собственные слова американского президента. Сегодня Соединенные Штаты меняют отношения с народом Кубы. Мы начнем нормализовывать отношения между двумя нашими странами. Эти 50 лет показали, что изоляция не работает. Сейчас мы предпринимаем шаги по наращиванию наших туристических и торговых взаимоотношений, а также по увеличению потока информации из Кубы и на Кубу. Ну, надо понимать, что кроме разрыва, собственно, дипломатических отношений на уровне закона Соединенных Штатов, было установлено в то время еще эмбарго. И, по сути дела, оно до сих пор не отменено. Барак Обама говорит о том, что улучшится контакт, как в частности известно о том, что американские компании на Кубе смогут открывать себе крестподельские счета, использовать мировые платежные системы в виде банковских карт. Но, тем не менее, о полноценном восстановлении экономических отношений речи не идет. В частности, запрет не будет снят с популярных Соединенных Штатов, некогда популярных. И, в общем, они небольшими партиями просачиваются до сих пор, кубинских сигар. И, конечно, это, наверное, беспокоит кубинские власти. И это читалось в том выступлении, которое уже на своем национальном телевидении сделал Рауль Кастров. Вот давайте послушаем его. Мы договорились о восстановлении дипломатических отношений. Это не говорит о том, что главная проблема решена. Экономическая блокада, которая несет за собой огромные потери для наших стран, должна быть прекращена. Несмотря на то, что меры по блокаде в отношении Кубы являются законодательным актом, президент США, как представитель исполнительной власти, может изменить характер их исполнения. Мы предлагаем правительству США принять взаимные меры с тем, чтобы улучшить двусторонний климат и идти по пути нормализации связей между нашими странами на основе международного права и устава ООН. Ну, чтобы действительно изменить в корне характер этих отношений именно в экономических войсках, Барак Лобан не обойти без решения американского конгресса. И он уже обратился с этой законодательной инициативой с тем, чтобы отменить имбарган. Но вот реакция в Конгрессе разная. В частности, Роберт Менендес, который нам известен прежде всего под своим таким жестким антироссийским заявлением. Кстати, он ребенок иммигрантов в Кубы. Вот он и сейчас руководит собственным международным комитетом Сената. Он резко раскритиковал Обаму. Это решение неизвестно, сможет ли сейчас что-то оказать влияние Коркер Менендес, потому что его меняет новый человек, там будет республиканец Коркер. Но, тем не менее, наверняка еще длительная дискуссия будет по этому поводу и внутри американского конгресса. Но, тем не менее, уже действительно, наверное, можно это решение и вообще эти события назвать своего рода историческими. Спасибо.